Продолжение следует... Дата празднования ежегодно разная, потому что зависит напрямую от лунного календаря, но традиционно праздник выпадает на период между 21 января и 21 февраля. В лунном календаре 354 дня или 355, если год високосный. Новолуние знаменует начало месяца, полнолуние — середину месяца и заканчивается месяц по мере того, как убывает луна. Основные традиционные китайские праздники привязаны к лунному календарю. А что касается самого Нового года, он отмечается во второе полнолуние зимнего солнцестояния. В этом году Новый год выпадает на 11 февраля в ночь с 11 на 12 февраля. В это время наступит 4719 год по восточному календарю. И в Китае официально нерабочими днями является неделя с 11 февраля по 17 февраля. Несмотря на это, традиционно считается, что гуляния должны длиться 15 дней. 15-й день — последний день фонарей, когда на улицах городов увешивают тысячи фонарей, происходит гуляние и так далее. Конечно же, не нужно воспринимать всё слишком буквально. Мы с вами живём в современном мире, где Китай фактически уже перешёл из разряда развивающихся стран в число развитых стран. Поэтому, естественно, никто не устраивает себе импровизированные выходные на две недели, а выходят на работу китайцы тогда, когда полагается. А день фонарей — это отголосок истории, просто красивая традиция. В целом, подготовка к Новому году схожа с привычной нам. Принято делать генеральную уборку, чтобы избавиться от негативной энергии и украшать дом. В сам канун Нового года не убирают, потому что считается, что если в этот день мести пыль, то можно смести удачу, которую одаривают боги в это время. Что касается украшений, традиционно на входную дверь вешаются парные полосы красной бумаги с надписями чёрными чернилами. Они называются чунлянь. На них обычно пишут пожелания удачи, процветания, богатства, счастья и так далее. Чунлянь появились в эпоху пяти династий и десяти царств. Это примерно в X веке. До появления чунлянь в Китае существовали подобные им надписи. Они назывались тхауфу. Они писались на дощечках из персикового дерева, которое, как считалось в древности, должно было обладать магической силой. На этих дощечках писали имена духов-хранителей дома. Чунлянь вешаются на входную дверь или рядом с дверью. Так, чтобы одна полоска была с левой стороны, другая полоска была с правой стороны. Между этими вертикальными полосами часто вешают ещё одну горизонтальную, которая называется хангхи. Чаще всего она состоит из четырёх иероглифов, которые представляют собой чуню, китайскую идиому. Обычно подбирают эту идиому так, чтобы по смыслу она дополняла то, что уже написано на вертикальных полосах. В центре двери также помещают иероглиф счастья. Часто его можно встретить в перевёрнутом виде и переворачивают его китайцы не случайно. Всё дело в амонимии китайского языка. Дело в том, что слова «пребывать», «достигать какого-то места» и слова «переворачивать вверх ногами» звучат в китайском языке одинаково. Поэтому таким образом получается игра слов «счастье перевернулось», то есть «счастье пришло». Дома и квартиры также принято украшать. В декоре китайцы стараются использовать изображение животного, год которого наступает. На стены и двери клеят новогодние картинки. Они называются нянь-хуа. Нянь по-китайски — это год, хуа — это картинка, рисунок. И обычно на нянь-хуа изображают либо героев народных легенд, древних преданий, либо там могут изображать растения, цветы. На окна прикрепляют традиционные китайские узоры, они называются денджи, и вырезают их из бумаги, как правило, из красной бумаги. В современном Китае на смену украшениям ручной работы, конечно же, уже давно пришли уже готовые наклейки на двери, на окна и множественные украшения для дома. Вместо того, чтобы самостоятельно вырезать узоры и выводить кистью и иероглифы, китайцы всё чаще покупают уже готовые наборы наклеек. И неотъемлемым атрибутом китайского Нового Года, конечно же, являются китайские фонарики, которые тоже очень часто вешают в домах, вешают на улицах, в парках. Традиционным подарком на китайский Новый Год и на многие другие, кстати, торжества в Китае является хунпао. Хунпао в переводе с китайского — красный конверт, и буквально это красный конверт. Внутри конверта кладут деньги, на самом конверте пишут пожелания, как правило, пожелания богатства, пожелания удачи. У меня в руках вы видите такой самодельный хунпао, но в Китае перед китайским Новым Годом можно найти подобные уже готовые хунпао буквально везде, в любом магазине, онлайн, офлайн. В преддверии Нового Года магазины кишат подарочными наборами с уже готовыми конвертами, с другими различными украшениями, подарками, и всё это, естественно, традиционно красного цвета. Красный цвет преобладает вообще во всём перед китайским Новым Годом, начиная от игрушек и заканчивая нижним бельём. Но давайте разберёмся, откуда такая любовь к красному цвету. В России многие, имея довольно поверхностные представления о китайской традиции, полагают, что цвет одежды на Новый Год нужно выбирать, отталкиваясь от цвета животного, год которого наступает, от цвета символа года. Но это мнение, оно, естественно, ошибочное. Например, перед 2021 годом можно было встретить во многих не самых достоверных источниках информацию о том, что нужно наряжаться в серый, в серебряные цвета, в белые, может быть, потому что наступает год металлического быка. Как я уже сказала, это неверно. И здесь мы сталкиваемся, во-первых, с изначально неправильной трактовкой лунного календаря. Потому что, как мы знаем, наш Новый Год наступает всегда раньше, чем китайский Новый Год. Поэтому встречать быка 31 декабря ещё слишком рано. Во-вторых, главным цветом Нового Года в Китае всегда является красный, вне зависимости от того, какое животное является символом года. Всё дело в том, что красный цвет в китайской традиции ассоциируется с огнём, а огонь в китайской культуре — это символ процветания. Ежегодно в преддверии китайского Нового Года в стране отмечается самая большая волна миграции. Китайцы стараются вернуться к себе домой, чтобы воссоединиться со своими родными, близкими и вместе встретить этот праздник. Как и у нас, в канун Нового Года в Китае принято собираться за большим столом, не спать допоздна и смотреть галоконцерт, кстати говоря, по центральному телевидению, некий такой аналог нашего голубого огонька. Наполнение праздничного стола для китайцев тоже важно. В новогоднюю ночь на нём обязательно должна быть рыба, например, которая является символом прибыли и процветания. Также на столе должны быть дзяудзе — китайские пельмени. Считается, что чем больше съешь дзяудзе в новогоднюю ночь, тем больше денег заработаешь в наступающем году. Также это лапша, которая является символом долголетия, ну и многие другие продукты. Как я уже отметила, в Китае, как и у нас, принято не спать допоздна в новогоднюю ночь, взрывать фейерверки, хлопушки. Но в Китае с этим связана легенда. На самом деле существует множество вариаций этой легенды, но мы сейчас остановимся на одной. Канун Нового Года в Китае называется Чу Си. По преданию существовало чудище по имени Си, которое только и делало, что вредило людям. Все боялись Си, но, естественно, ничего не могли с этим поделать, пока не появился герой по имени Цилан со своим верным псом. Узнав, что Си похитил в очередной раз человека, это была молодая девушка, Цилан сказал людям не спать всю ночь, а когда Си появится, чтобы схватить новую жертву, начать громко кричать, стучать по посуде и так далее. То есть шуметь, чтобы спугнуть это чудище. Это сработало, Си больше не появлялся и с тех пор, как считается, пошла традиция в новогоднюю ночь не спать, взрывать фейерверки, хлопать хлопушки. А сам день так и назвали Чу Си, что дословно переводится с китайского языка как избавляться от Си. Итак, мы очень кратко рассмотрели основные особенности китайского Нового года или праздника весны, поговорили об основных традициях, связанных с ним. Если вы интересуетесь китайской культурой, китайской историей, современной жизнью Китая, хотите узнать об этом больше, вы можете присоединиться к нашему студенческому дискуссионному клубу китайской культуры и ФЖМКК. Знание китайского совершенно не обязательно, встречи проходят на русском языке. Ссылку на группу ВКонтакте вы найдёте в описании к этому ролику. Вся основная информация публикуется там. Ну и, конечно, по всем вопросам вы можете писать мне. Ну и, как говорится, Чун Зе Куайла.